МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На внеочередном заседании Нижнетагильской думы рассмотрен ряд важных для города вопросов, какие изменения ждут горожан до конца года. Огнеборцы провели урок безопасности 18-й гимназии, о чем рассказали учащимся начальной школы. Вооруженное нападение на разносчика пенсии в Нижнем Тагиле породило множество споров. Главная тема дискуссий – насколько эти сотрудники защищены. Наши корреспонденты разбирались в ситуации. В эфире новости итоги дня в студии Валерия Доброва. Здравствуйте. Тагильчанина приговорили к обязательным работам за нанесение побоев сыну, как пишет информагентство Регнум со ссылкой на пресс-службу мирового суда. Мужчина избил ребенка после того, как он начал капризничать и отказался мыть посуду за собой. Ранее гражданин уже был осужден за побои, но тогда делался штрафом в 5 тысяч рублей. Обеспечение Урал не обеспечивает безопасность пенсии. Известна организация, на сотрудника которой недавно было совершено вооруженное нападение, фактически не заботится о безопасности своих сотрудников и сохранности денег. Люди ежедневно рискуют стать жертвой преступников. Антон Исаев разбирался в проблеме. Какая организация? Тагил ТВ. А, нет, пожалуйста, Тагил ТВ даже разговаривайте. У тебя с вами никто не будет. Пожалуйста, выходите. Нам в компании обеспечения Урал были не рады. 24 ноября на сотрудника именно этой организации было совершено вооруженное нападение. Инцидент произошел утром на парковке в самом центре города. Разносчик пенсии оказал в сопротивлении двум налетчикам, несмотря на полученные ранения. Один преступник задержан на месте, второй, по информации инсайдеров, тоже. Произошел инцидент. Неприятный инцидент, ужасный инцидент. А какие-то там, может быть, последствия, там, может, охрану поставить их. Ну, это для того, как мы должны рассказать это народу, и что народ знал. Если до этого они не знали, как у нас все это делается, теперь они будут знать, как это все делается. Да, я так понимаю. Почему нельзя поставить охранника? Почему нельзя вдвоем разносить пенсии? Вы не знаете, как все это было, поэтому нельзя говорить. Есть ли охрана у разносчиков пенсии? Нам внятно не ответили, якобы это коммерческая тайна. Но факт, что разносчика пенсии чуть не убили в центре города, настораживает. Если есть охрана, то где она была утром 24 ноября? Почему никто из очевидцев ее не видел? Сотрудники нежитагильских тепловых сетей бросились на помощь пострадавшему, вызвали полицию. И это не первое ограбление разносчика пенсии в нашем городе за год. Летом неизвестные вырвали сумку из рук женщины, в которой находилось 500 тысяч рублей. Непонятна мотивация компании, почему они не защищают своих сотрудников физически, а всячески пытаются замять эту проблему. От комментариев отказались также и в Почте России. Она тоже занимается доставкой пенсий. Возможно, ответ кроется в нормативных документах. Один из регламентирующих документов – приказ Федерального министерства труда и социальной защиты о требованиях и условиях, при соблюдении которых производится оплата услуг по доставке страховых пенсий и накопительной пенсии организациям почтовой связи и иным организациям, занимающихся их доставкой. Однако в этом приказе нет ни слова о том, что организации, доставляющие пенсии, обязаны иметь службу безопасности. Единственное, что здесь прописано – обязательное наличие страховки в целях сохранности денежных средств. То есть компания в случае вмешательства третьих лиц получает страховую выплату. На людях, видимо, никто не переживает и не думает. К сожалению, случаи нападения на разносчиков пенсий происходят постоянно в России. И, естественно, ответственность за это отчасти лежит на руководстве таких компаний, как обеспечение «Урал». Антон Саев, Вадим Усков, Елена Самойлова. Новости Тагил-ТВ. Тагильчанин получил орден из рук президента. Слесарь-инструментальщик «Уралвагонзавода» Сергей Бахматов стал кавалером Ордена Почета Российской Федерации. Сегодня награду мастеру вручил Владимир Путин, отметив высокие достижения в производственной деятельности. За 36 лет работы на УВЗ Сергей Бахматов стал высококлассным специалистом. Государственных наград удостойны сотрудники корпорации «Ростех» и представители входящих в нее предприятий. Церемония приурочена к десятилетию госкорпорации. Глава Нижнего Тагила Сергей Носов сегодня принял участие в заседании правительства Свердловской области. Градоначальник доложил региональной власти о работе с молодежью, проводимой в муниципалитете. По словам Сергея Носова, в городе проживают порядка 69 тысяч молодых людей. Все они активно вовлекаются в культурные, спортивные, патриотические мероприятия, проводимые в Нижнем Тагиле. И эту работу Носов отметил как особо важную. Цитирую. Восьмая корректировка бюджета. Но не последняя. Сегодня депутаты Нижне-Тагильской городской думы утвердили изменение главного финансового документа на 2017 год. Увеличились доходы и уменьшился дефицит бюджета. Антон Исаев из зала заседаний. Плюс 37 миллионов рублей доходов, плюс 2 миллиона рублей расходов и минус 35 миллионов рублей дефицита. Таковы основные параметры очередной корректировки бюджета Нижнего Тагила на 2017 год. В корректировке, которая уже восьмая в этом году, и традиционно в конце года проводятся такие заседания, когда средства, которые мы понимаем до конца года, мы успеваем перераспределить и использовать, на этой корректировке принимаются. Депутаты поддержали изменение бюджета текущего года. По словам заместителя главы администрации города Евгения Черевных, будет еще одна девятая корректировка главного финансового документа. Также сегодня в повестке заседания утверждение прогнозного плана приватизации на 2018 год. Ранее профильная комиссия обсудила план имущества, которое может быть реализовано в следующем году и рекомендует утвердить его. Депутаты поддержали менее комиссии. Сегодня народные избранники проголосовали за исключение из плана приватизации здания общественно-политического центра, которое передано Нижнетагильской филармонии. Также сегодня депутаты Нижнетагильской городской думы единогласно проголосовали за продление льготного проезда отдельным категориям граждан в электротранспорте. Антон Сайф, Вадим Усков, Павел Соложнин. Новости. Тагил ТВ. Первый этап выборов главы Горно-Уральского городского округа завершен. В следующем примут участие все семь заявившихся кандидатов. Комиссия рассмотрела все пакеты кандидатов и не нашла причин для отклонения данных кандидатур для участия во втором этапе конкурса. То есть все главы представили достоверные кандидаты, полные сведения. Соответственно, все они допущены до второго этапа. Следующий этап конкурса пройдет 18 декабря. Он будет состоять из двух частей. Первое – рассмотрение программ кандидатов по развитию округа. Второе – индивидуальное собеседование в форме вопросов и ответов со стороны членов конкурсной комиссии каждому участнику. На презентации программ развития ГГО приглашены представители и руководители общественных организаций – Совета ветеранов, Совета воинов Афганистана и другие. Программы претендентов будут слушаться открыто. Индивидуальное собеседование будет закрытым. Напомню, свои заявки на должность главы округа представили семь человек. Их фамилии вы сейчас видите на экране. Травма свои переедет в центр города. Перевести травматологическое отделение Демидовской больницы в хирургический корпус по улице Горошникова, 37, станет возможно, пояснили сегодня в медучреждении, только после ремонта четвертого этажа здания. Конкурс уже объявлен. И как только будет определен подрядчик, начнутся работы. Здание, в котором располагается травма, построено в 1948 году. С того момента капитального ремонта в нем не проводилось. Со стен стыплется штукатурка, конные рамы прогнили. Фасад здания тоже оставили, а желают лучшего. Именно поэтому назрел вопрос о переводе травматологического отделения в другое помещение, комментирует главный врач Демидовской больницы Сергей Овсяников. В скором будущем, надеются в медучреждении, травма будет находиться на Горошниково, 37. Это хирургический корпус больницы. Будет организовано новое травматологическое отделение на базе хирургического корпуса нашей больницы по адресу Горошниково, 37, на четвертом этаже. Новое современное отделение на 30-й. В связи с переездом травматологии в хирургический корпус больницы произойдут иные перемещения. Отделение челюстно-лицевой хирургии останется здесь, на этом же этаже. Будет в другом крыле. Отделение травматологии переезд из Кузнецкого, 57, будет располагаться на месте отделения челюстно-лицевой хирургии. Кабинеты останутся на своих местах, палаты останутся на своих местах. Будет добавлена гипсовая, перевязочная, операционная. Ожидаемые перемены радуют не только сотрудников травматологии, которые сейчас вынуждены работать в, мягко сказано, некомфортных условиях. Но это гильчан. Моё отношение, безусловно, положительное. Даже очень я поддерживаю это. В наших больницах, везде, я думаю, нужны ремонты. Это, во-первых, и атмосфера. Атмосфера домашняя становится. Всё. Стены у нас, как видите, не в очень лучшем состоянии, но будут идеальны. То есть, мне кажется, это только на пользу пойдёт. И не только пациентам, но и вообще, в целом, для всего начальства больницы. В настоящее время объявлен конкурс, который определит подрядную организацию на проведение капремонта на одном из этажей здания, предназначенного для размещения травматологии. Смета на данное мероприятие уже согласована с Министерством области. В Министерстве здравоохранения Свердловской области нам выделена сумма чуть более 53 миллионов рублей. Теперь осталось только ждать свежего ремонта. Так что стены будут лечить не только дома, но и в больнице, шутят медики и пациенты. Вероника Самойлова, Вадим Усков, Михаил Корзняков, Андрей Фатыхов. Новости. Тагил ТВ. Сотрудники 11-й пожарной части сменили профессию. Сегодня огнеборцы провели урок безопасности 18-й гимназии. Рассказывали учащимся начальной школы, как уберечь себя от пожара. А если вдруг он случился, не стать его жертвой. На уроке особой важности побывала и наш корреспондент Анна Хабарова. Хорошо. 0-1 есть, но он со стационарных домашних телефонов. А сейчас у всех сотовые телефоны есть. Как сотового телефона позвонить? Урок безопасности 18-й гимназии проводит сегодня помощник начальника караула и старший пожарной 11-й части. За плечами огнеборцев многолетний опыт. Поэтому о том, как огонь может стать врагом, а не другом, рассказывают на примерах из практики. Мы с товарищем эти мероприятия непосредственно проводим для того, чтобы детей обезопасить, рассказать какие-то азы, наверное, в пожарной безопасности, чтобы они знали, как действовать при какой-либо ситуации, могли родителям рассказать что-то, помочь. В первую очередь, все для детей, чтобы они понимали, и это наше будущее. Поэтому мы организовываем такие встречи в школах, в садиках работаем. В гости к школьникам огнеборцы пришли не с пустыми руками. На занятия прихватили перчатки, топор, противогаз, шлем из прочного пластика, дыхательный аппарат, пояс. Такая солидная амуниция весит ни много ни мало – 38 килограммов. Карабин нам необходим для того, чтобы с помощью спасательной веревки мы могли эвакуировать людей с высоких этажей здания. Например, возбирание в квартире на девятом этаже. Человек выйти не может. С помощью вот этого карабина и веревки мы его можем спустить на первый этаж. Что делать, если загорелся телевизор, как эвакуироваться из школы? На эти и другие непростые вопросы сотрудников противопожарной службы школьники отвечали с удовольствием. Кроме того, задать гостям они могли и свои собственные. Встреча с теми, кто всегда готов в трудной ситуации прийти на помощь, оставила у учащихся яркий след. Мне вот очень понравился мультфильм, и вот когда мы примеряли противогазы, и мне очень понравилось, в общем, вот это мероприятие. Теперь огнеборцы ждут в гости школьников. Учащихся 18-й гимназии пригласили на экскурсию в часть. Там они смогут не только примерить форму пожарных, но и познакомиться с их спецтранспортом. Анна Хабарова, Любовь Шевченко, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ. Дискуссия между учителями и студентами развернулась в актовом зале Первого педагогического колледжа. В рамках программы «Епархиальные чтения» Нижнетагильская епархия организовала анконференцию, посвященную нравственным ценностям и будущему учеников. За дискуссией наблюдала наш корреспондент Вероника Самойлова. Действительно ли нравственные ценности и будущее человека зависит от учителей начальных классов, каким должен быть педагог и, самое главное, чему учить подрастающее поколение? На эти и другие вопросы студентов педагогического колледжа номер один сегодня отвечают специально приглашенные спикеры. К такой важной теме, как духовно-нравственные ценности, организаторы подошли творческим. Во-первых, интересно уже то, что на пять вопросов студенты услышат четыре мнения спикеров. Приглашенные представляют четыре отрасли – это культурную, философскую, научную и педагогическую. Откуда началась педагогика, педагогическая наука? Откуда Каменский выдумал этот феномен или как? Во-вторых, представленные вопросы действительно требуют серьезного размышления. И, безусловно, для того, чтобы ответить на них, каждому нужно посмотреть на ситуацию с разных сторон. Без дискуссии здесь не обойдется, говорят сами организаторы. Проблема или дискуссия, которая сегодня будет обсуждаться, она рассматривается как с позиции традиций, которые были заложены и в воспитании, и в колледже, и в опыте конкретного учителя, так и с позиции современности. Сегодня другое время, сегодня другие дети, сегодня другие вопросы и проблемы, которые надо обсуждать тем сообществом профессиональным, педагогическим и, самое что важно, вместе со студентами. Мероприятия в рамках программы «Епархиальные чтения» проходят с начала декабря. Сегодняшняя конференция отмечает Ирия Андрея Брагин – одно из важнейших событий чтений. Общая цель всего этого происходящего состоит в том, чтобы люди могли встретиться и обсудить насущные вопросы. И вот в этом году этим насущным вопросом оказались нравственные ценности. Мы обсуждаем их как некую причину нашего будущего, основание, фундамент, на котором мы можем выстраивать наше будущее. Так что этот разговор полезен не только для студентов, как будущих учителей, но и для настоящих педагогов. Вероника Самойлова, Михаил Горзняков, Андрей Фатыхов. Новости. Тагил ТВ. К акции «Дети. Детям» присоединилось порядка 30 тагильских школьников. Мероприятие прошло в городском дворце детского и юношеского творчества. На него приглашены дети из малообеспеченных семей и детских домов. Для гостей акции была организована игровая программа. А за активность все без исключения получили призы – канцелярские принадлежности, вещи и игрушки. Подарки готовили сами. За несколько месяцев до начала акции ученики школ города совместно покупали тетради, ручки, игровые наборы и многое другое. Именно благородные, добрые дела на пользу другим людям, детям. Вот это самое основное, самое главное – передать частичку своего сердца, своей души. Да, ведь тоже, готовя сувениры какие-то, дети вкладывали сюда свою душу. И если бы вы посмотрели, то это действительно, в общем-то, с таким желанием ребята откликнулись. И я им очень признательна как руководителя Федерации детских организаций. Горно-металлургический колледж отметил день рождения. Традиционно в этот день в стенах учебного заведения проходил технический форум. Пока руководители этой сферы обсуждали проблемы среднего профессионального образования, школьники и студенты принимали участие в конкурсах. Какие задания выполняли, знает Анна Хабарова. Шум инструментов в кабинете словно в мастерской. Восемь участников конкурса прототипирования завершают работу, которую начали накануне. На суд жюри они должны представить настоящие часы с кукушкой. Детали создавали по готовым чертежам. Юным конструкторам эта задача показалась не такой сложной. Смоделировала, напечатала, покрасила. Самое трудное было, наверное, печать, потому что затруднялись из-за принтеров. Я начала заниматься этим два года назад. Меня пригласили на черчение и предложили моделировать. Потом меня это затянуло и все. И началось. Вот это вот все. В конкурсе прототипирования могли участвовать как студенты, так и школьники с преподавателями. Кроме того, интеллектуальные соревнования проводились по таким дисциплинам, как черчение и программирование. Таким образом в Нижнем Тагиле развивают инженерно-техническое творчество. Также в рамках форума была проведена выставка технического творчества. Итоги по ней подведены. В ней участвовали школьники нашего города, школьники области, а также студенты средних профессиональных образовательных учреждений. Представлено было достаточно много очень уникальных, интересных экспонатов, которые были и как и современными, и были возрождены по старым технологиям. То есть ребята защищали свои проекты, очень так достаточно активно, очень интересно. Все остались, насколько я понимаю, очень довольны. Технический форум проходил в Нижнем Тагиле в течение двух дней. За круглым столом руководители СУЗов обсуждали проблемы среднего профессионального образования. Анна Хабаров, Львов Шевченко, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ. Рубрика «Экономика и финансы» продолжит выпуск. Нижне-Тагильская филармония приглашает детей и взрослых на новогоднюю елку в Доме музыки. 23-24 декабря и 6 января в Большом зале филармонии. Проспект Ленина, 31. Телефон 419847. И о валюте на завтра. Центробанк России повысил официальный курс доллара США на пятницу, 8 декабря до 59 рублей 29 копеек. Евро до 69 рублей 93 копеек. Самый выгодный курс продажи доллара США в банках Нижнего Тагила 59 рублей 45 копеек. Покупки 59 рублей 17 копеек. Единую европейскую валюту можно приобрести за 69 рублей 98 копеек. Реализовать за 69 рублей 70 копеек. Нижне-Тагильская филармония приглашает детей и взрослых на новогоднюю елку в Доме музыки. 23-24 декабря и 6 января в Большом зале филармонии. Проспект Ленина, 31. Телефон 419847. Выпуск продолжит новости спорта. О самых интересных событиях вы узнаете буквально через минуту. Оставайтесь с нами. Скидки в аптеках 03. Гербион-сироп 199 рублей. Магне-Б6 349 рублей. Эссенциали-Форте 949 рублей. Качество гарантируем. Двзяла сначала один кредит, потом второй, чтобы перекрыть первый. Затем начались задержки по зарплате. Что делать, не знали. Примапротекта. Снизим сумму долга, защитим от коллекторов, проведем процедуру банкротства. Телефон 217-307. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье». И вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская». Залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. В Нижнем Тагиле стартовал финал городской спартакиады по баскетболу среди школьников. На предварительном этапе в ней участвовало рекордное количество сборных – 45. В Ленинском и Тагилстроевском районах за призовые места боролись по 14 команд. В Дзержинском – 17. Только 9 сильнейших сумели пробиться в одну вторую городского турнира. Итоговые матчи будут проходить в спортивном зале Старого Соболя. До следующей среды. В первой игре 18-я гимназия уже одержала победу над политехнической со счетом 84-49. За здоровьем в хорошей компании. Первый фестиваль скандинавской ходьбы состоится на следующей неделе в Нижнем Тагиле. 16 декабря участники шествия пройдут по главному туристическому маршруту города – Малахитовой линии. Контрольными точками маршрута станут цирк, КДК «Современник», драматический театр, светомузыкальный фонтан и набережная. Перед началом для всех любителей спорта организуют инструктаж и проведут фитнес-разминку. Завершится праздничное мероприятие розыгрышем призов. Предварительная регистрация всех желающих на сайте Центра развития туризма. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Следующие выпуски новостей смотрите в 23.00 в 3 часа ночи на круглосуточном канале Тагил ТВ 24 и в 7.30 утра на канале ТНТ. А если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 4195-51 или пишите на сайте tagildefestv.ru. Присылайте свое видео в раздел «Мобильный репортер». Спонсор рубрики «Новости телезрителя» – компания «Арт-Медиагрупп». Ждем ваших сообщений. Спасибо за внимание. Вода Сенегорская всегда рядом. Для вас киоски и служба доставки. Звоните 378-100. Сенегорская – залог здоровья и успеха. Сенегорская – залог здоровья и успеха.